всем привет рада вас видеть на своем канале пока вы определяетесь позициями а расклад мы будем делать сегодня на тему какие навыки и качества раскрывают и обогащают вашу душу я скажу следующее позавчера когда вышел расклад на моем канале наверняка многие из вас хотели оставить комментарии увидели что комментарии доступ к комментариям закрыт я не думала что буду говорить то что говорят многие мои коллеги вот столкнулась и я на своем канале youtube по каким-то причинам закрыл мне комментарии я не знаю к этому раскладу будут они открыты или нет причину я не знаю как обычно никто не посчитал нужным оповестить единственное что я увидела у себя на канале в творческой студии о том что да мы понимаем насколько важно общение и комментарии для вас но проверьте по каким пунктам вы не совпадаете вот с требованием могу сказать что все требования были соблюдены везде проставлены 18 плюс везде отмеченной галочкой что мои расклады не для детей поэтому сказать что как-то оскорбляются либо ущемляются какие-то правила либо что-то было сказано я не знаю в адрес меньшинств либо какой-то сексуальный потек что в принципе мне не совсем свойственно такого не было поэтому я не знаю причину почему youtube закрыл поэтому если вы вдруг смотрите этот расклад и видите что не можете оставить комментарий знаете что это не я закрыла потому что у меня нет такой задачи закрывать и в принципе каждый может писать то что он хочет если мне не нравится какие-то комментарии я оставляю за собой право просто их удалять либо отправлять автора в бан это единственное что я делаю на всех остальных случаях да у меня нет какой-то причины чтобы закрывать комментарий а вот но если вдруг комментарии будут закрыты я не знаю когда их закроют когда их открою да то есть опять же таки я не получала никакого сообщения не на почту не на ютюбе вот но у вас есть потребность написать обратную связь имейте ввиду что в описании под любым моим роликом есть одна единственная ссылка которая называется мои услуги если вы туда нажимаете в этом документе есть абсолютно все есть мои контакты есть мои услуги есть мои ценники расценки все все абсолютно есть в одном документе там же в первом абзаце я оставила ссылку на мой телеграм-канал поэтому можете написать мне либо в личное сообщение не знаю в телеграме если у вас есть такая потребность дать обратную связь либо в идеале было бы чтобы вы подписались на телеграм-канал или хотя бы на мой второй канал на ютюбе тоже ссылка есть под роликом чтобы иметь вот я знаю какой-то резервный контакт где вы могли бы оставлять свои комментарии если опять же таки есть такая потребность ну либо в телеграм-канале как я уже говорила вот потому что я не знаю у меня нет других соцсетей кроме телеграм-канала и двух youtube каналов поэтому если вдруг что-то происходит имеете ввиду да что и вы хотите иметь резервный до какой-то канал чтобы меня не потерять есть вот второй канал либо телеграм вот это вот я вам хотела сказать и так для информации кому это будет интересным кейн кому не интересно ну такое тоже может быть не интересно так время надеюсь было предостаточно чтобы определиться а мы с вами сразу давайте приступим так откладывая сторонку позиция номер один куда его вот сюда да вот сюда положить голубенький камешек и мы сразу с вами смотрим единички какие навыки и качества раскрывает и обогащает вашу душу да то есть какие навыки и качества по жезлов какие навыки и качества любознательность любознательность интерес жизнерадостность позитивность позитивность такого слова не туда смотри умение смотреть на мир открытыми глазами позитивными вот так же умение преодолевать свои какие-то сомнения страхи бывает когда страшно но при этом вы движетесь вперед то есть это с одной стороны дает вам какой-то вот такой азарт да некий такой адреналин не страшно но при этом очень очень интересно поэтому качество которые направляют вас на дальнейшее движение они безусловно обогащает вашу душу умение здесь даже не умение а только начинающий этап в коммуникации да то есть у вас есть желание понять либо научиться общаться с людьми потому что папажу это все-таки начинающий этап я не вижу чтобы здесь люди прям знаете вот горели каким-то общением но при этом они открыты и еще какие качества либо навыки ну аркан справедливости да безусловно какие качества обогащает вашу душу умение держать себя в балансе умение рассматривать любую ситуацию всесторонне взвешивать прислушиваться как своей интуиции так и к логике то есть держать баланс уметь выравнивать любые ситуации то есть знаете здесь если мы говорим про навык то понимание того как работают силы две противоположные силы да если есть какое-то отклонение в одну сторону вы всегда интуитивно почувствуете ощутите что где-то вы ушли от золотой середины до в ту или иную сторону и что вам необходимо сделать для того чтобы выровнять этот баланс а вообще внутренняя гармония внутренняя гармония понимания законов как земных законов да так и хоть сказать внеземных небесных законов до того как устроена наша не мировоззрение боже мой небесные законы вот я с вами сейчас говорю мне такое ощущение вот такая пустота внутри вот не хочется вообще ничего не говорить а хочется просто молчать вот здесь сейчас какое-то такое немножко видоизмененное состояние может быть у вас период сейчас такой да когда есть такая тишина и я абсолютно ничего не хочу принимать никаких решений не хочу никуда двигаться хочу вот знаете вот в каком-то таком замирание не идет темнота пустота в которой одновременно есть абсолютно все и ничего то есть здесь какие-то вселенские вот именно такие законы масштабные и вы их понимаете то есть безусловно самый большой ваш навык и умение это смотреть на на мир на мир многогранный то есть вы никогда не будете смотреть в одном направлении да вы всегда будете рассматривать разные точки зрения и безусловно здесь желание какое-то знаете совершенствование но это ваша внутренняя потребность это желание что-то все время улучшать что-то все время совершенствовать преображает здесь такое знаете стремление к лучшему к чему-то такому возвышенному но это вот именно ваша природа какая-то вы иначе не можете с другой стороны здесь вот это вот чувство справедливости заложено она достаточно сложная для вас почему потому что с одной стороны вы понимаете что мир которым мы живем да он с одной стороны не идеален если рассматривать с точки зрения человечества но если рассматривать с точки зрения существования и вот именно тех законов мироздания как она устроена где человеческим умом сложно это понять вы это как-то интуитивно ощущаете что да вот в такой концепции мир безусловно идеально то есть это настолько идеальная площадка насколько здесь все то есть продумано взаимосвязано все до деталей и мелочей и к сожалению люди не всегда могут это увидеть и не всегда это могут уловить почему потому что наш уровень сознания в концепции вообще всего мироздания он достаточно так скажем на начальных этапах да как здесь изображено папажу уже зла да то есть трехмерные четырехмерные наше видение да по сравнению с многомерностью но это вот прям такой маленький достаточно низкий уровень и ограниченный вот в этом то и заключается вся проблема еще какие качества и навыки обогащают вашу душу аркан умеренности смотрите какие прекрасные арканы выпадают на вас понимание вот я говорю здесь выходит понимание золотой середины желание вот находиться в балансе в гармонии никуда не спешить не торопиться понимание внутренних процессов здесь люди которые понимают именно здесь чувство того что внешний мир вы не понимаете на внешний мир здесь выпадает по жезлов но внутренний мир у нас только богат что выпадает два великих аркан то есть ваш внутренний мир умение понимать природу своих эмоций умение понимать природу своих переживаний чувств прекрасная интуиция но это не говорит о том что человек здесь уходит только водную стихию безусловно здесь очень развита ссори очень сильно развита и развитый интеллект то здесь все сбалансировано но умение не торопиться как навык меня правильно здесь даже вы не считываете знаки а как-то вот интуитивно да вы понимаете где вам нужно находиться интуитивно опять-таки ощущаете ритмы природы где вы сонастраиваетесь и тем самым дойдет вот как-то вот ваше выравнивание исцеление то есть сразу могу сказать что например для вас самое лучшее лекарство это сон до когда вы расслабляетесь либо когда вы спите вот ваше физическое тело восстанавливается безусловно это так для всех но вот вашем случае это вот прям очень важно то есть находиться в расслабленном таком состоянии да никуда не торопиться и опять-таки это не говорит о том что вы замедляетесь это говорит о том что вы настолько гибкие и умеете идти в ногу со временем в ногу со временем это там где нужно вы ускоряетесь в каких-то моментах наоборот замедляетесь то есть вот вот это вот природная чуйка до которой у вас есть это вот очень сильно обогащает вашу душу а так в принципе эмоционально все что связано с эмоциями очень глубокими переживаниями целительскими какими-то навыками это тоже обогащает вашу душу ну и вытащим еще один аркан так рыцарь сосудов рыцарь сосудов во первых это терпение безмерное терпение понимание понимание других людей да то есть помимо законов которых я уже говорила это понимание мотивов других людей то есть мне настолько хорошо понимаете себя опять же таки если не головой то интуитивно точно и вот это вот ваше желание понять других людей это на самом деле это огромный такой труд прошлых воплощений дар в этом воплощении да когда вы можете смотреть на человека и видеть его душу и понимать почему она проходит тот или иной урок то есть вы не видите карму человека но вы понимаете мотивы и поступки других людей и помогаете здесь идет исцеление исцеление каких-то я не знаю душевных травм других людей и в том числе ваше собственное ваших собственных каких-то травм здесь идет уникальная позиция которая с одной стороны говорит об индивидуальном развитии души а с другой стороны она как будто бы вот какая-то общая как это объяснить когда вы одновременно являетесь и единицей до индивидуальностью и с другой стороны вы понимаете что вы являетесь частью какого-то чего-то большего да не идет не сегодня не идут не сегодня слова особенно по первой позиции здесь такое вот ощущение что вы как будто бы развиваясь самостоятельно через те качества и навыки которые я говорила вы как будто бы косвенно влияете на других людей то есть вы это делаете не специально а вот как-то знаете меняя себя излучаете какой-то свет который имеет косвенно влияние на других людей и исцеляете поэтому здесь вопросы коммуникации тоже интересные возможно как-то то есть я вас вижу как-то знаете обособлена вроде как у некий такой отшельник который сам по себе но причем этот отшельник он как будто бы находится в центре какой-то площади и вокруг него очень много людей но напрямую этот отшельник никак не общается не коммуницировать не коммуницирует с другими людьми но при этом сила его энергии настолько мощная настолько она влияет на хочет сказать на ту толпу людей которые массы до которые его окружают что они начинают меняться то есть здесь здесь какие-то такие моменты да и вот вы своим внутренним светом как будто бы исцеляете других людей не вступая как-то вот прямой контакт коммуникацию да как-то взаимодействовать с другими людьми я не знаю как так получается но это имеет место быть здесь так это у нас была первая позиция и мы с вами переходим позиции номер два красненькому камешку двоечки смотрим какие ваши качества навыки раскрывает и обогащает вашу душу восьмерка сосудов здесь такой момент что вы как будто бы умеете разделять себя на какие-то составляющие то есть как-то можете отделять себя на разделять себя на мысли и на эмоции чувства и когда есть какие-то сложные может быть ситуации вы как-то вот не знаю расщепляете себя на на атомы каждый атом сможете понять по отдельности а потом как пазл заново собираете и получается что-то новое какая-то новая картинка как калейдоскоп знаете где очень много стеклышек разного цвета да и вы начинаете вращать этот калейдоскоп и каждый раз собирается какая-то новая картинка но при этом мы понимаем да что вот в этом калейдоскопе в этой картинке до очень много разных стеклышек цветных но здесь вот примерно что-то такое то есть умение себя вот с одной стороны вы как будто бы целостно себя воспринимаете а с другой стороны как-то выделяете разделяете даже вот это вот чувство а вот это вот мои мысли а вот это вот эмоции чужие а это мысли мои то есть вот как-то умеете себя расщеплять а потом заново соединять так элла булька собака здесь сидит еще какие навыки и качества раскрывает и обогащает вашу душу девятка жезлов умение умение смотреть как-то в прошлое да что в этом прошлом есть вот вы как-то интересно до развиваетесь назад в будущее здесь вот как-то так то есть оглядываясь на прошлое оглядывая скорее всего здесь нет вы вы не делаете анализ но вот каким-то образом до глядя на свое прошлое на то хорошее что было вы как будто бы может быть замечаете свой рост да как вы меняетесь но здесь не путем анализа а а как то вот не знаю целиком вы как будто бы видите эту картинку еще какие качества раскрывает и обогащает вас лабиринт улыбаясь почему потому что знаете вот вы у вас есть такое свойство сам самих себя запутывать то есть как будто бы вы придумываете для себя какие-то ребусы а потом вот в своей голове да особенно если эти ребусы они с сопровождаются еще какими-то страшилками тоже что немаловажно да то есть эмоциями но какими-то такими негативными либо непонятными какими-то ситуациями и вот вы вот в этом поиске да вы обогащаете себя не знаю то ли какими-то навыками то ли какими-то эмоциями но вообще эмоции для вас они важны да это однозначно но вот вы как-то себя себе придумываете какой-то такой знаете сложный путь и самое интересное что вот вы как-то себя запутываете в голове а потом у вас появляется желание это все распутать и вот вы начинаете знаете как как нить ариадны да и типу лабиринту своего сознания некое такое неизвестное что-то такое пугающее но при этом одновременно манящее то есть если вы идете по зову хочется сказать своей души и плюс ко всему если вы идете в сторону своих каких-то страхов непонятных моментов сторону своего бессознательного то это тоже будет обогащать вашу душу на чем она будет обогащать тем что вы погружаетесь двойка сосудов тем что вы погружаетесь вглубь себя то есть ваша задача все время ступать на какую-то новую территорию для того чтобы что-то новое узнать но вот это вот новое это не во внешнем мире это внутреннем мире то есть вот ваше желание все время погружаться туда искать иди туда не знаю куда да и принеси то не знаю что то есть вот здесь какое-то бесконечное погружение в себя но опять же таки не ради анализа не ради нахождения ответов на вопросы а вообще вот это вот знаете состояние когда вы идете вот какую-то неизвестность да когда вас куда-то что-то манит как как лунатики знаете люди которые в принципе не отдают отчет своим действиям да вот но при этом тело их передвигается вот здесь вот примерно что-то такое вас все время будет манить что-то такое сакральное мистическое непонятное магическое и вот когда вы вступаете на эту территорию она бы для вас абсолютно новые конечно же и вот вам здесь на этой территории помимо того что вы будете что-то новое узнавать мы все время будете сталкиваться с какой-то дуальностью да потому что здесь она присутствует что в этом аркане до идет некая такая дуальность для чего для того чтобы потом объединиться чтобы этом аркане до присутствует некая такая дуальность человек погружается внутрь себя для того, чтобы найти какие-то ответы для себя, но эти ответы, они не логические, они иррациональны, потому что вы идете не за логикой, а вот за какой-то своей, за каким-то своим интуитивным звоночком, который внутри вас происходит. Еще какие качества раскрывают и обогащают вашу душу, когда вы идете во что-то новое, когда вы начинаете строить что-то новое, причем это новое сообща, когда вы идете к какому-то идеалу своему, когда начинаете оттачивать именно себя, вот свой характер, когда вы обращаете внимание, опять же таки, здесь не на теневые стороны свои, потому что я не вижу здесь тень, а здесь я вижу вот что-то непознанное, вот когда вы идете вот именно в такие моменты, когда вы не совсем понимаете, там есть ситуацию, когда вы не совсем понимаете, что с вами происходит, и вот вы начинаете погружаться в это именно через ощущение, через наблюдение, через отслеживание того, что с вами происходит, да, вот это вот как-то обогащает вашу душу. Так, это была вторая позиция, странный расклад у меня сегодня выходит, да, если честно, я ничего не понимаю, но главное, что понимали вы, вот, и если будут открыты комментарии, конечно же, сможете мне про это написать. Позиция номер три, видно-видно, зелененький камешек, какие качества троечки или навыки раскрывает и обогащает вашу душу? Какие качества? Королева Пендакли. Я бы сказала приземленность, я бы сказала некий такой житейский опыт и мудрость той жизни, которую вы прожили. Но эта мудрость, она не философского порядка, эта мудрость, она земная, она какая-то реалистичная, то есть то, что можно пощупать, то есть здесь какие-то качества, которые вы проживаете на себе, для того, чтобы их понять. Безусловно, какая-то преданность ваша, да, эта преданность может быть каким-то идеям, либо преданность какому-то одному человеку, либо делу. Терпеливость, забота, внимание, материнские какие-то качества, это все обогащает любовь, любовь к природе, да, любовь, вот, любовь к земле, любовь к материи. Но я не имею в виду здесь финансовый аспект, хотя он тоже имеет место быть. А здесь вот как-то, знаете, какая-то забота по отношению, в первую очередь, к себе, да, умение ценить себя, умение заботиться о себе, умение покрывать свои какие-то потребности. То есть это все обогащает вашу душу. Еще какие качества раскрывает и обогащает? Мастерство, да, когда вы оттачиваете какое-то свое дело, да, либо, с одной стороны, восьмерка педагли нам говорит про бытовую жизнь, да, вот нашу каждодневную, к которой мы привыкли, но она вам идет не в тягость, а наоборот, вот какое-то удовольствие вы получаете, возможно, от рутины какой-то работы. Почему? Потому что вы в ней уже достигли какого-то своего мастерства. То есть либо оно дается вам достаточно легко, да, с одной стороны, это может быть монотонно, но с другой стороны, вот именно, знаете, вот когда идут вот эти вот автоматизмы, да, если, как говорится, руки заняты, а голова свободная, да, вот в этот момент вы можете что-то анализировать, в этот момент вы можете как-то свой мозг задействовать по-другому, во благо вам. С другой стороны, здесь, так же, как и по двойкам, да, второй позиции, там выходила тройка педагли, а здесь у нас уже восьмерка педагли, то есть человек, который уже достиг какого-то своего мастерства, когда-то он начинал, да, познавать себя, как-то оттачивать свои грани характера, а сейчас он уже достиг восьмерки, то есть он уже прошел достаточно большой путь. Качество, постоянство, стабильность, рутинность, возможно, некое такое однообразие. Почему именно эти качества обогащают, хочу спросить, да, вашу душу? Они помогают вам двигаться по жизни, то есть они дают вам какую-то безопасность, что ли, и стабильность. То есть здесь человек, который движется по своему пути, человек, который достаточно трудолюбивый, человек никуда не спешит. Иногда здесь, конечно же, может уходить другую крайность, да, трудоголизм, и как следствие проблемы с желудочно-кишечным трактом, вот, но, в принципе, вот эта вот терпеливость, да, и какая-то такая, знаете, размеренность, спокойствие, это могут обогащать вашу душу. Причем обогащает через профессиональную какую-то вашу сферу. Король сосудов здесь говорит о том, что человек в данном случае прямолинейный, когда вы говорите напрямую то, о чем вы думаете, без каких-либо приукрас, человек, у которого хорошо развита интуиция, человек активный, активный, подвижный, по природе, с такой хорошим, с хорошим таким телосложением, да, то есть выносливый, как правило. Все, что связано здесь с телом, обогащает, да, то есть понимание, я бы сказала, физического плана и материального мира, вот это будет обогащать вашу душу, потому что здесь нету необходимости человеку вот как-то вот, я не знаю, возвышаться, да, там, понимать свои эмоции, либо понимать какое-то там духовное развитие, нет. Здесь как будто бы душа обогащается через то, что она как будто бы наслаждается через физический мир, то есть она получает удовольствие, например, когда человек ходит босиком по земле, именно по земле, такой вот теплой и рыхлой, какой-то мягкой земле, то есть она получает удовольствие, она душа, я имею в виду, получает какое-то удовольствие, когда она через тело может как-то прикасаться к этому миру, она может его потрогать, она его может пощупать, она может его увидеть, то есть вот здесь тело играет большую роль, то есть активность в физическом мире, благодаря этому вот душа как раз-таки обогащает себя какими-то новыми впечатлениями, новым опытом, ну и последнюю карту, какие навыки, качества раскрывает вашу душу. Раскрывает именно баланс и гармония, если это внутри вас и с другой стороны, если вы находите для себя человека, который бы полностью вас понимал, он бы похож на вас, да, то есть возможно это вторая половина, но не обязательно в любовном плане, это может быть какой-то тандем, это может быть партнерство, это может быть дружба, либо просто общение, но это один какой-то конкретный человек, это не группа лиц, это один какой-то конкретный человек, который вот прям будет очень-очень похож на вас, поэтому качества, которые вас наполняют, качества, я имею в виду любовью, да, вот гармонией, пониманием, какое-то такое умиротворение, внутренний баланс, и при всем при этом, смотрите, да, пендаклевые карты выпадают, и при всем при этом, когда вы никуда не торопитесь, вот в вашей душе, как будто бы, знаете, очень важно не просто прожить, то есть, допустим, если вы трапезничаете, то вы не наспех кушаете, а прям, знаете, ощущаете вкус того или иного продукта, если вы что-то пьете, да, то опять же таки ощущаете вкус того или иного напитка, то есть, здесь не нужно никуда торопиться, это самое главное, хотя вы по природе, да, хоть и выпадают пендаклевые арканы, по энергетике, вы достаточно активный человек, но вот здесь вот именно ваша душа будет обогащаться, когда вы будете фокусировать все свое внимание на конкретных действиях, то есть, то, что вы делаете, здесь вопрос не в осознанности, а вопрос в том, что фокусировать свое внимание на органах восприятия этого мира, вот это очень важно, а для этого нужно какая-то внутренняя вот эта вот гармония и спокойствия и понимание, что я никуда не спешу, у меня есть абсолютно необходимое мне время для того, чтобы замечать этот мир, причем вы не просто смотрите на этот мир, еще раз скажу, а вот вам важно пощупать его, посмотреть, не знаю, на ощупь как-то, может быть, по запаху, да, послушать что-то, то есть здесь вот это вот очень важно на это обращать внимание. Даже у меня здесь такое идет, что если вы, например, выбираете одежду, очень важно как-то вот на ощупь, да, потрогать материал, и вы поймете, что вот если это что-то искусственное, оно вам будет неприятно. Если вы будете торопиться, вы не обратите на это внимание, да, и купите, допустим, эту одежду, но если вы потрогаете, например, линую одежду, из льна сделанную, либо из хлопка, да, то вы почувствуете разницу. Есть такое ощущение, что человек вот может на ощупь, на ощупь почему-то воспринимать, что вот это вот мое, а вот это не мое, но для этого не нужно никуда торопиться, то есть вам нужно быть как-то спокойным и обращать на это внимание. Вот такая у меня была и третья позиция. Благодарю вас всех за внимание к сегодняшнему раскладу. Прощаюсь с вами до пятницы. Всего вам самого лучшего. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok